МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Ключ к успеху. Эксперты более чем из 10 регионов страны обсуждают в Чебоксарах актуальные вопросы в области качества. Учеба учебой, а обед по расписанию. В школьных столовых Чебоксарах работают шведские линии. Искусство, которое объединяет людей. В художественном музее открылась юбилейная выставка Виктора Бритвина. Сегодня парламент Чувашии собрался на очередную сессию. Основным вопросом стало обсуждение в первом чтении проекта бюджета Республики. Депутаты рассмотрели основные характеристики финансового документа. Его доходы, расходы и дефицит. Отличие проекта бюджета 2016. Он составляется не на трехлетний период, а на один год. Основные параметры бюджета будущего года в нашем репортаже. Минфин Республики сверстал бюджет будущего года по консервативному сценарию. В нем учитывались негативные процессы, происходящие в финансово-экономической сфере. Они в итоге привели к ухудшению статей дохода как в республике, так и в стране в целом, подчеркнула Светлана Янилина. Доходы на 2016 год предлагаются утвердить в объеме 32 миллиарда 103,8 миллионов рублей. 86,5% в уровне 2015 года. В том числе, собственные доходы на 2016 год оцениваются в объеме 22 миллиарда 292,7 миллионов рублей. Расходы предлагаются утвердить в объеме 34 миллиарда 327, что на уровне 83,8% к текущему году. В этом проекте не отражены поступления из федерального бюджета. Как показывает практика, трансферты из Москвы поступают в течение всего года. Депутатам приходится рассматривать изменения в бюджете постоянно. Как правило, уже в сторону увеличения. Поэтому пока парламентарии работают с предложенными цифрами. Сумма налоговых поступлений на 2016 год оценится в размере 21,441,7 миллиона рублей. Рост к текущему году на 704,6 миллиона рублей. Наибольшую долю в налоговых доходах занимает налоговые доходы физической клец. Это 36,8% в объеме налоговых доходов. Рост в уровне 2015 года оценивается на 8,2% или на 598,6 миллионов рублей. Налог на прибыль 22,6% в объеме налоговых доходов. Прогнозируется в 2016 году в сумме 4,455,000,000 рублей. Акцизы. Их доля 17,2%. У рост предусмотрен на 446,7 миллионов рублей. В проекте бюджета прописаны социальные гарантии населения и поддержание необходимого уровня инфраструктуры. Так будет продолжена работа по доступности сети дошкольных учреждений. В трех районах республики запланировано строительство досуговых центров. Выделены деньги на здравоохранение, физкультуру и спорт. На здравоохранение предусмотрено 6,299,000,000. В 2013-2015 года в республике построено 100 модульных фапов. На продолжение данной работы в 2016 предусмотрено 50,000,000. Также в 2016 году будет продолжено строительство хирургического корпуса, на развитие физической культуры и спорта предусмотрено набрать 467,000,000 рублей. Из них на строительство спортивных объектов 326,000,000. Проект бюджета прошел публичное слушание. Был обсужден на заседании профильного комитета Государственного совета. Срок, в отличие от предыдущих бюджетов, связанных с тем, что мы можем ставить новых макроэкономических показателей, в том числе в стране и в республике. По-прежнему наиболее большая доля расходов, порядка 70%, она направлена на социальные программы, на здравоохранение, на образование и на социальную политику. С учетом того, что на заседании комитета, это рассмотрено сразу после получивших слушаний 17 ноября, комитет рекомендует данный проект бюджета принять в первом чтении. Традиционно оппозиционные фракции выступили с критикой проекта бюджета. Не отражены прогнозы инвестиций в республику. Нет цифр по поступлению средств из федерального центра. Депутат Государственной Думы Анатолий Оксаков отметил, что в Москве идет серьезная работа по выделению транспертов для регионов. Плотно работаем с правительством, с председателем правительства. Я являюсь членом трехсторонней комиссии, которая распределяет, в том числе, межбюджетные ассигнования, трансперты. Ну и хотел бы отчитаться, что на последнем заседании трехсторонней комиссии в согласованных действиях с правительством Чувашии нам удалось добиться выделения 571 миллиардов рублей на повышение бюджетной обеспеченности республики и 600 миллионов, миллион, извините, мы там в федеральном уровне миллиардами оборочим, да. 571 миллион рублей на повышение бюджетной обеспеченности и 633 миллиарда, миллион, извините, на качестве бюджетного трансперта. То есть это тоже деньги, которые помогут править в конце года многие проблемы порешают в том, что я надеюсь, что направят деньги на инвестиционные цели. После двухчасового обсуждения проект бюджета на 2016 год был принят в первом чтении. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. В Чебоксарах начал свою работу межрегиональный форум стратегии практика успешного бизнеса. Он проводится уже в 11 раз. Эксперты более чем из 10 регионов страны приехали в Республику, чтобы обсудить актуальные вопросы в области качества. Подробности в следующем материале. Те, кто не задумывается о качестве сейчас, в ближайшем будущем потерпят убытки. Эксперты отмечают, что после введенного эмбарго на иностранные продукты у российских предприятий появился шанс завоевать новые рынки. Причем в последнее время вырос экспорт в азиатские страны. К примеру, в Китае особым спросом начали пользоваться российские конфеты и строительные материалы. Поставки в Европу снижаются, но не так стремительно. Те компании, которые раньше работали с Европой, они как работали, так и продолжают. Определенные сложности возникли с поиском новых заказчиков, когда компании раньше не работали в Европе и пытаются туда выйти. Иногда возникают такие ситуации, что европейские партнеры, скажем, говорят, что давайте мы лучше возьмем паузу. Пока сейчас немножко подождем по политическим соображениям, когда, скажем, разрешится вопрос с санкциями или отношения с Россией снова нормализуются. Кризис, который в отношениях возник на политическом уровне, он не для малого и среднего бизнеса, он не послужил серьезным препятствием. Но чтобы начать штурмовать зарубежные рынки, предприятиям необходимо обзавестись международным сертификатом. Руководители компаний это прекрасно понимают. Только в Чувашии такой документ появился более чем у 200 организаций. По данным Росстата, по итогам 2014 года, по уровню инновационной активности, наш регион занимает второе место в Российской Федерации и первое в Приволжском федеральном округе. Высокие показатели, не случайно, по итогам 2014 года, уделили вес отгруженной продукции инновационного характера. Предприятиям малого и среднего бизнеса по отношению 2010 года в Республике вырос более чем в два раза. И сегодня порядка 14% продукции малого и среднего бизнеса носят инновационный характер. Как преодолеть проблемы сертификации товаров, улучшить инвестиционную привлекательность и не допустить на российские рынки контрафакт? Эти вопросы обсуждали участники форума «Стратегия и практика успешного бизнеса». Президент Российской Организации «Качество» Геннадий Воронин отметил, достичь высоких показателей предприятие сможет, только если в этом будут заинтересованы все ее работники. Надо брать опыт у стран, у бывшего Советского Союза, не может руководить отраслью человек, который в отрасли никогда не работает. Если школа есть, я уверен, что что-то произойдет. Если школы нет, то ничего не произойдет. Хантробин должен заниматься губернатор, глава республики и только. У него институты, у него техника, у него ПТУ какие есть и так далее, и так далее. У него должен быть баланс. Обсуждать проблемы качества эксперты со всей страны будут в течение двух дней. В рамках форума они познакомятся с примерами успешного бизнеса. Медрик Ковалев и Олег Якимов. Республика. Уже не первый год в столичных школах опробируется питание по принципу шведского стола. Насколько налажена линия подачи блюд, какие есть проблемы, показывает мониторинг системы. Наша съемочная группа побывала в одной из чебоксарских школ, где свободный выбор блюд доступен давно. Учеба, учеба, обед по расписанию. В сороковой школе его можно собрать самому. На выбор предлагается широкий ассортимент салатов, первых и вторых блюд. Вся еда вкусная и полезная. Готовят ее школьные повара. Работаем на этот свободный выбор с утра и до вечера. Все стараемся детям дать полноценное, что они хотят. По желанию даже получается, некоторые спрашивают. 10-15 видов салатов делаем каждый день. Обязательно два вида первого. Едят и супы, и солянка идет у нас. Вторых у нас, наверное, где-то получается, где-то 10 тоже видов. Вторых гарниров много, 3-4 вида. Напитков тоже много. И выпечки. Выпечки вообще, наверное, 15 видов. Подкрепиться за шведским столом могут ученики среднего и старшего звена. Стоимость такого обеда доходит до 60 рублей, а завтрака до 20. Цена немного выше фиксированного меню, но зато можно выбрать любимое блюдо. Мне очень нравится моя столовая. Обычно я беру второе и салат. Всем, конечно, это нравится. Я вот спрашиваю одноклассикам, им очень нравится эта система, потому что у каждого свои вкусы по-своему, поэтому еда должна быть для каждого разной. Свободный выбор блюд имеет немало преимуществ. Учитываются вкусы детей, школьники стали лучше питаться. Но есть и минус. Многие ребята по-прежнему любят выпечку и готовы при любой возможности заменить ею первые блюда. За этим, конечно, мы пытаемся следить. Сластные руководители проводят беседы как с родителями, так и с детьми о том, как правильно питаться, о том, что горячее питание – это необходимо. Эта работа, естественно, проводится. Для младших классов столы на завтрак и обед пока накрывают заранее. Еда нисколько не уступает по качеству шведской линии, но в будущем все же планируют внедрить свободный выбор и для них. Сейчас система «Шведский стол» уже введена в 48 школах Чебоксар. 12 учебных заведений отказались от нововведения, а оставшиеся еще выбирают, как кормить своих учеников. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков. Республика. В МВД подвели первые итоги акции «Неравнодушный сосед». Именно благодаря ей в полиции хотят свести на нет насилие в быту. Насколько часто поступают тревожные сообщения о семейных дебоширах, узнавал Дмитрий Ковалев. В полиции озвучивают пугающую статистику. В стране до 40% тяжких и особо тяжких насильственных преступлений совершается именно в семье. 15 тысяч женщин каждый год погибают от рук мужей. Жертвами различных преступных посягательств становится примерно 26 тысяч детей, из которых около 2 тысяч погибает. Примерно 8 тысяч получают увечья. Еще почти 2 тысячи детей и подростков в связи с жестоким обращением со стороны родителей уходят из жизни путем самоубийств. Зачастую писать заявление в полицию против дебоширов родственники отказываются. Хотя остановить насилие в семье важно вовремя, пока это не привело к трагическим последствиям. Недавно в Чебоксарах от рук собственного отца погибла двухлетняя девочка. Мотив убийства поразил даже опытных следователей. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, злоумышленник пояснил мотивы содеянного тем, что ребенок не убирал игрушки. В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае, если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Жители республики в МВД призывают быть более бдительными и сообщать о БТФК-40 по телефону 02. Акция «Неравнодушный сосед» длится уже полтора месяца. За это время, благодаря тревожным звонкам, было задержано более 200 семейных дебоширов. Наглядная оценка и повышение противокриминальной активности нашего населения, эффективности нашей совместной акции, на мой взгляд, может служить то обстоятельство, что на сегодняшний день доля преступлений, совершенных в живом секторе, по сравнению с данными за первое полугодие текущего года, заметно сократилось почти на 5%. Удельный вес таких преступлений стал меньше, чем в прошлом году. Соседи, близкие, воспитатели, учителя – это те люди, которые раньше всех замечают, если были следы, если были случаи насилия над ребенком. Насилие – это, может быть, физическое насилие. Это чаще всего, к сожалению, ни дня не проходит без сообщений о побоях детей. Побои чаще всего наносят опять, как это не обидно, близкие люди. В таких случаях нельзя быть равнодушным, нужно об этих случаях сообщать своевременно органы полиции. Акция «Неравнодушный сосед» продолжится. В МВД уверены, что она принесет свои плоды. И преступления на бытовой почве в республике станут совершаться все реже. Медрик Ковалев, Игорь Зверев и Расиль Мухаммедов. Республика. Порой бедительность действительно бывает не лишней. Гроза фальшивомонетчиков. Так теперь можно назвать фармацевта одной из чебоксарских аптек. Она помогла задержать сбытчиков фальшивых купюр. Причем не в первый раз. На днях женщина получила заслуженную награду в управлении МВД. Детектор, лупа, ощупь дизельность и опыт. Все, что потребовалось для задержания фальшивомонетчика. Зломышленник выбрал в аптеке недорогой товар, расплатился пятитысячной купюрой. Фармацевт купюру приняла, изучила и вызвала охрану. Мужчина заподозрил неладное, сдачу ждать не стал и скрылся. Однако на его след уже вышли правоохранительные органы. Выяснилось, что фальшивомонетчики гастролировали по стране. Сбыть поддельный купюр удалось в пяти регионах. Задержали предполагаемых преступников уже в Новосибирске. При обыске у них обнаружили сотню фальшивых купюр номиналов в пять тысяч рублей. Сейчас дело передают в суд. У нас всегда проходит инструктаж в аптеке, постоянно сотрудникам МВД. И мы хорошо обучены распознавать эти купюры. Все делаю согласно инструкции. Ничего геройского своего, своей поступки не вижу. Кстати, Татьяне Никифоровой раньше пытались сбыть подделки. Нарушители уже отбывают наказание. Каждый год в последнее воскресенье ноября миллионам женщин по всей стране дарят цветы и подарки, говорят теплые слова, устраивают сюрпризы. Оказанные знаки внимания не зависят от их профессии, внешности, ума, умения водить машину или вкусно варить борщ. В этот день поздравляют матерей. В Чебоксарах уже начали отмечать самый теплый и добрый праздник. Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества поздравили мам столицы республики. Мама. Каждая из нас складывает свое значение в это слово. Это самый любимый человек, строгий учитель и близкая подруга. Женщина, которая любит, заботится, поддерживает и вдохновляет. Мамам посвящены тысячи песен, стихов и фильмов. Даже став взрослыми, мы стараемся не забывать своих мам. Они подарили нам жизнь. Само слово «мама» оно яркое, светлое, теплое. Это большая, как говорится, поддержка, добро. И хорошо иметь, конечно, прекрасных детей, добрых. И самое дорогое то, что дети помогают мамам. В фойе Дворца специально для пришедших на праздник организовали выставку. Здесь можно было увидеть портреты любимых мам. Их нарисовали ученики художественных школ столицы. Для каждого гостя отдельная открытка с пожеланиями. Детские творческие коллективы подготовили концерт. Сегодня хочу пожелать маме, чтобы она всегда была такой же счастливой, чтобы всегда улыбалась, чтобы меня любила. С праздником, любимая мама! О поддержке материнства и детства говорила председатель женсовета Чебоксар Ирина Клементьева. Многодетные семьи родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, семьи, взявшие на попечение чужих детей. Государство старается помочь всем. Финансирование социальных программ всегда в приоритете правительства республики. Екатерина Куприна, Расиль Мухаммедов, Республика. В эти минуты в Театре оперы и балета в рамках 25-го международного оперного фестиваля имени Михайлова проходит концерт «Четыре короля оперной сцены». На сцене театра звучат лучшие мужские оперные голоса России. Василий Хорошев, Георг Инарис, Владимир Целебровский и Олег Бударадский. В субботу, 28 ноября, состоится опера Моцарта. Так поступают все. В воскресенье любителей оперного искусства ждет гала-концерт. Мне кажется, искусство призвано объединять людей, раскрывать человека человеку. Эти слова принадлежат Виктору Бритвину, талантливому педагогу и художнику-графику, оформившему более полутора сотен книг. Сегодня в художественном музее открылась его юбилейная выставка, приуроченная к 60-летию автора. С экспозицией познакомились и наши корреспонденты. Виктор Глебович Бритвин – российский художник-графист, в широких кругах известный как талантливый иллюстратор. Он оформил около 150 книг самой разнообразной тематики, как в зарубежных, так и в местных издательствах. Только за последние 10 лет Виктор Бритвин выполнил рисунки для 60 книг, среди которых выдающиеся по сложности и качеству иллюстрации к «Одиссея Гомера», «Лето Господне» Ивана Шмелева, повестям Николая Лескова и Михаила Булгакова. Без внимания художника не остается и национальное чувашское искусство. Из-под его кисти вышла масса прекрасных иллюстраций, как чувашских авторов, так и мировой классики. Вот «Господин аптекарь», то есть последнее его издание, которое он сам сделал, это, в общем-то, на уровне лучших образцов мирового иллюстративного искусства. В рамках юбилейной выставки будут показаны живописные картины и станковая графика последних лет. Вниманию зрителей присанут работы ярмарка «Экклезиаст. Что было, то и будет. Странник послушания». Коллеги по художественному ремеслу отмечают, что главная ценность произведения Виктора Бритвина в том, что художник умеет раскрывать образы, сопереживать им. Он проникает в суть изображаемого, понимает самые тонкие знаки и символы природы. И даже в статичных пейзажах живописец способен увидеть историю. Он использует акварель, он использует темперу, акрил, использует самые разные техники и самый разный художественный прием, который накопила живопись за всю историю своего развития. И каждое его произведение – это своего рода диалог с находками предыдущих мастеров, с предыдущими картинами. Сейчас работа мастера находится в коллекциях Чувашского государственного художественного музея и частных коллекциях в России и США, странах Европы и Африки. А у жителей Чувашии есть возможность познакомиться с произведениями Виктора Бритвина в стенах художественного музея. Мария Леончик, Игорь Зверев, Республика. Компания Ростелеком презентовала два новых интересных проекта. Портал games.rt.ru готов собрать у себя на платформе тысячи геймеров и предложить им разнообразные игры. А интерактивная телевизия 2.0 позволяет смотреть любимые каналы в любой точке, где есть интернет. На днях оба продукта представили журналистам и блогерам. Репортаж об этом смотрите далее. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Портал games.rt.ru ориентирован на широкий круг любителей игр. В каталоге есть разнообразный контент от ведущих разработчиков и издателей. При этом список постоянно обновляется. Портал также адаптирован под мобильные устройства. Собственное приложение под Windows позволяет отслеживать новости, запускать игры и приобретать контент, даже не заходя в браузер. Это вообще стратегия компании Ростелеком оказывает для наших абонентов максимальное количество услуг и дополнительных сервисов. То есть мы крупная компания и мы понимаем, что люди работают, люди отдыхают, люди хотят играть. И поэтому, соответственно, сделали подобный портал. Запуск портала стал отправной точкой в развитии игрового направления Ростелекома, которое, кстати, в перспективе будет направлено и на разработку геймерского контента для использования абонентами интерактивного ТВ. Интерактивное ТВ – это еще один продукт, который не первый год радует пользователей. И сегодня на рынке появилось коробочное решение продукта – интерактивное телевидение 2.0. В чем принципиальные отличия от интерактивного телевидения 1.0? Данная приставка работает на любых сетях, любых провайдеров. Соответственно, для того, чтобы в канале обещались в обычном качестве необходима полоса пропускания 3 Мбит, для HD-каналов полоса пропускания 6 Мбит. Приставку можно перевозить с собой по всей России. Контент автоматически подстроится под смену часового пояса. С помощью функции управления просмотром не обязательно подстраиваться под сетку вещания. Можно воспользоваться отложенным просмотром, записывать программы, ставить на паузу, использовать приставку как флеш-накопитель. Также доступны сервисы караоке, родительский контроль, мультискрин. Для того, чтобы он наработал, нужен просто интернет. Любой. Он может быть с мобильника. То есть, допустим, мы тестировали. Я беру мобильный телефон, ставлю раздачу интернет, он подключается, видит эту Wi-Fi-сеть. Мы пробовали, соответственно, с... Если Ethernet кабель, он ищет, соответственно, сразу же поток, подключается, никаких проблем. Единственное, что для того, чтобы вы не сможете сразу Ethernet провайдера воткнуть в приставку, необходим роутер. Потому что, то есть, ну, приставка не является собой, не является маршрутизатором. Интерактивная ТВ 2.0 уже появилась в офисах продаж компаний в Чувашии. И до 31 декабря этого года приставку можно купить по специальной новогодней цене. 1990 рублей. Самое время приобретать подарки для всей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok